вы хотели от нас эмоции привет ребята это новый влог уху мы в таиланде двадцать третий год но нет я так не буду записывать не знаю слышно ли тебя или нет в общем ребят у нас сегодня влог посвящен безделью завтра уже первый рабочий день после того как мы скатались по нгну хотели поехать на банана айланд но вчера была херовая погода а сегодня у катюхи с горлом проблема поэтому решили отложить на попозже ой господи как же все трясется я снимаю сейчас байка прицепил прищепку не знаю потом посмотрим какая будет картинка надеюсь не сильно дергаться едем сейчас в хок стабилизация включена да заодно заценим как на ветру будет записываться и будет ли трястись поедем сейчас фок мы посмотрим на красоты Продолжение следует... Продолжение следует... Мы тут такое вкусное блюдо распробовали. Сейчас нам принесут, покажу. Причем на французском это только обрает. Друзья, у меня сейчас новое крепление. Оно очень прикольное. Оно как прищепка. И еще там магнитная подложка. И теперь, блин, так круто. Неожиданные ракурсы. Можно крепить ее. Прям вообще огонь. Тебе надо такую же сделать. Единственное, надо потом по звуку понять, добивает он или нет. Потому что вот эти все байки и окружающий шум. Маши монтажки запрашивают. Эти звуки абсолютно не успевают. Ну, мне очень нравится. То есть сейчас вам покажу. Сейчас вот такую речь. Можно оба, оба, и все. И болтать. Выбрать широкий угол. Офигительно. Очень нравится. Ну и даже вот так вот ее в виде селфи использовать. Просто какое-то супер универсальное крепление. Причем, изначально, он хотел взять себе просто палку угол прошенную, такую маленькую. Она у тебя не с собой? Нет. Там, ну, не суть, ее не было в наличии. И мы зашли в другой магазин. И там был только комплект с этой прищепкой. Он подумал, типа, ну, пофиг, пускай будет. А она оказалась просто классной. Даже полезнее, чем эта палка. Там палка просто вот малюсенькая. И при этом она еще и треногая. Вот я выбрал широкий угол. Классно. Принесли наш вкуснятин. Вот такой маффин. Тут у нас яйцо, сыр, курица. Вот этот соус горчичный. Смотри, какая заботливая здесь трубочка. Смотри, сделали. Поп, чтобы руками не трогать. Все? Приятного? Приятно. Приятно. Голос у тебя, конечно, супер секси. Но скоро пройдет. Все, ребята, мы сыты и довольны. И взяли кофеек. Сейчас еще покатаемся, попьем его. И, может быть, даже заедем куда-то на пляж. Искупаемся. Пока не уверен, но посмотрим. Видели? Я вам делал подкадр. Женщина сидит с надписью Grab. Это очень интересная история вообще запуска этой компании. Потому что первоначально это история про такси. Пусть а-ля Яндекс.Такси. Но азиатский менталитет сожрал эту компанию. Дело в том, что в Бангкоке, на Пхукете все зоны такси поделены между мафиями. И когда они пытались мне, ну, так скажем, местных запустить эту историю, то водители избивали, прокалывали шины, были даже убийства в Бангкоке. И в итоге им разрешили только возить еду. Я что-то слышала, что здесь Grab.Taxi есть положение. Оно есть, но никогда к тебе никто не приедет. Они очень боятся за свою жизнь и за автомобиль. Могут сжечь, могут проколоть, могут все что угодно сделать. До поездки в Таланте осознавала, какой здесь такси. И я у него находила информацию, что здесь Grab.Taxi езжает. Нет, реально не работает здесь. Ничего себе. Слушай, ну ты же знаешь, что азиаты не приемлят полумер. То есть там типа, а ладно. Нет, вот натуральным способом вот эти мафии такси им разрешили только еду возить. Вот, ребят, хотел вам палочку показать. Очень маленькая. Вот по сравнению с ладонью. И при этом она еще раздвигается. Можно наклонить вот так вот GoPro, чтобы как селфи себя снимать. И вот. Очень прикольный. Это официальный аксессуар. Называется она Shortly или Shorty. Ну типа от слова короткая. А еще у Андрея на байке нету крючка. И мы кофе вешаем в бортах. Давай поможу. Приходится растягивать, так скажем. Давай, детка, давай. Я почти. О, да. Вошло. Ты иногда такой странный. Странный? Просто пошлый иногда. Развето плохо. Все. Погнали. Забирай. Давай. И пока мы тут все записывали, опять солнышко ушло. А я, короче, такой, ну я не знаю, меня засрут, наверное. Я не купаюсь, когда солнца нет. Мне холодно сразу. Я бы не сказала, что сильно помогло. Все равно горячее. Капец. Какие же мы непостоянные ребята. В итоге Катюха пошла себе за купальником. Плюс возьмет мне шорты. И пока стоим здесь на парковке. Хотел вам немножко про байк рассказать. Потому что я на нем проехал уже почти 500 километров. В целом вердикт он очень клевый. Мне прям сильно понравился. Во-первых, подвеска. Очень мягенький. Может быть, потому что новые пружины. На лежачих не пробивается. Прям огонь. По рулежке. Не знаю, что они там накрутили. Но он стал намного увереннее, чем старый PCX заходить в повороты. Появилась какая-то уверенность. На более высокой скорости ты заходишь и прям чувствуешь его. По сиденью уже говорил. Оно здесь намного тверже, чем в старом PCX. Но от этого все равно жопа устает намного меньше. Помните, да? Мы катались пару дней назад в Пангну. 250 км суммарно за день прокатали. Да, жопа уставала. Но я боюсь, если мы поехали на старом, она бы вообще отвалилась. Ну и, конечно, мне нравится то, что здесь есть встроенная USB-шка. Даже не USB-шка, а Type-C-шка. И я еще себе проводок новый купил. Вот такой прикольный. Силиконовый. Он гнется во все стороны. Заберу с собой в Москву. Это для айфона. Вот. Что ты, Кат, про байк скажешь? Байк-пушка. Держите позажигалку. Спасибо. Я взяла нам водички. Ой, ты молодец. Молодец. Полотенчики там, да? Полотенчики, там SPF-крем, твои шорты, мой купальник. А еще кланик на всякий случай. Вот. Я подготовилась. Что еще хотела сказать? Эксклюзивчик. Я не в кроссовках, ребята. Я сегодня в шлюпках. И... Про байк я спрошу. Тебе как пассажиру. Прекрасный байк. Удобнее. Сидение мягче, чем на том старом. Они, наоборот, тверже. Но при этом сидеть удобнее. Ну, удобнее, значит, не знаю. Ну, просто у меня не так сильно попа болит вот таком. А держаться? Тут есть какая-то разница? Потому что я сзади не ездил. Да, ну, здесь держаться удобнее. Ну, не то, чтобы удобнее, а комфортнее. Потому что... Из того, что тот байк старый, внизу там всякий налет, ржавчина и грязь. И я когда держалась, говорю, на пальце они черные. А здесь чисто. Да я не знаю, как здесь показать. Ну, удобный, удобный хват. Наверное, да? А то я уж прям за тебя говорю. Байк огонь. Очень рекомендую, если едете сюда на долгий срок. Либо PCX, либо Forza. Все остальное даже не рассматривайте. Вам жопа и спина скажет спасибо. Звучит странно, конечно. Жопа скажет спасибо. Мне на скупе прекрасно. У меня на ней жопа не болит. Ну, у тебя расстояние очень маленькое. Просто перейдите, дейте, удобнее. Для водителя все блага, понимаешь? А сзади сложнее. Вот сзади у меня плохо болит, когда я сижу. А если я сижу на водительском, ну, на скупе на скупе, то мне нормально. Ну что, пойдем куб-куб? Где ты ходишь? С этой стороны? Или стой? Я хочу стой. Там меньше камней. Ну, давай. Народу много. Конечно, не как на Найхарме, но все равно. Может, туда вон в уголок ходим? Как же мы же долго будем разговаривать? Не знаю, надеюсь, нет. Я тоже надеюсь. Да, смотри, тут и детки плавают. Хорошо. Да, здесь влажный песок. Ну, и немножко аккуратнее, потому что вот тут камушки есть. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Привет, ребят! Я записываю кусочек уже на следующий день Вчера у меня толком не получилось нормально записать влог Мы встретились с ребятами, с которыми изначально летели сюда на Пхукет Они сидели прямо перед нами И случайно такая спонтанная встреча произошла на пляже Мы потом покупались, рыбок посмотрели К ним в отель сгоняли, поужинали Поэтому толка материала никакого нет Сейчас мы приехали в салон фонда Мне очень стало интересно, сколько же стоит точно такой же байк, как у меня Я выяснил 109 200 бат То есть он значительно подорожал Потому что когда я работал в Авиаселс Несколько лет назад Я покупал наверхенький за 70 тысяч бат И теперь для тайцев PCX это прям премиум И сейчас займемся еще одним вопросом Я проехал на байке уже 1000 километров Вон видите 1046 У меня загорелась надпись Oil Change Я написал тайке, которая нам воздала Говорю, что делать Он говорит, приезжайте ко мне Сейчас разберемся и все решим Ребятушки, ну в общем приехали мы к нашей тайке Она пыталась нам объяснить, где же менять масло В итоге я просто закрыла свой магазин Говорит, поехали за мной И мы приехали в гараж Где нам сейчас поменяют масло Она сама все дело оплатит И займет это 10 минут всего Взялся себе холдер для телефона Всего 200 бат В других магазинах, блин, минимальную цену, которую я видел Это 500 бат Поэтому выгодно Я знаю, что он не очень по сравнению с Катюхином Но мне в принципе пофигу Простой держалки мне вполне себе хватит Тут картошка, перец, сосисоны И вот такой бутербродик с маслом Съем Съем, пожалуйста Афzt, спец, справа Еще 5 батя Еще 5 батя Еще 7 батя Все бутербродик с маслом Пусть, пусть, пусть Шел второй час Давайте я вам пока морьку Андрей, это вырежешь Морька нельзя говорить, отбой Давайте я вам пока море покажу Не, ну не дядь, море Все, вот так, да Так лучше А мы в итоге вообще не стали купаться Просто идем по береговой линии Потому что солнышко ушло Правильно, что мы вовремя уехали с Найхан Потому что начался дождь Помните, вот здесь должен быть хорошо виден вот этот остров Его практически полностью затянуло Слышало, да, даже громыхнуло немного? А с той стороны светит солнышко немного Вот так вот Хоп, две разных погоды Одновременно А я буду заканчивать этот влог Потому что я его снимал в течение нескольких дней И очень рад, что все-таки люди, которые писали Саркастичным тоном Что 9-го числа Таиланд вводит ПЦРы Снова проверка сертификатов Они, в общем, знатно обломались Потому что данная инициатива продержалась ровно один день Ну, как они это будут делать? Слушайте, ребята, туристы столько У них легалась, первый сезон Ну, какие сертификаты? Я вот в это не верю, честно говоря Вроде как это приурочить хотели к тому, что Туристы из Китая снова клынут в Таиланд Но в итоге забили хер Я рад А люди, которые пердели И думали, что все, ежов Тебе придется уезжать оттуда Потому что тебя нихрена нету Ну, они знатно, так скажем Обломались